Гутина Позвольте представить действующих лиц и исполнителей. Профессор Мария Владимировна Ковалёва. Хороша, нечего сказать. Эти волосы дурацкие. Ни два, ни полтора. Стричься, что ли? Народная артистка республики Любовь Добржанская. Секретарь Ковалёвы Галя. Мария Владимировна, кто это вам так стильно делает голову? Артистка Нелли Корниенко. Заместитель Ковалёвой Лебедев. Мария Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Артист Борис Белоусов. Два сына Ковалёвой, Коля и Костя. Какая прическа! Николай! Николай, иди сюда! Ну и ну! Артисты Юрий и Виталий Соломины. Масовика. Добрый вечер, товарищи! Меня зовут Зина. Добрый вечер! Артистка Раиса Губина. Заведующий сектором прикмахерских. Матюнину аппарата. Заслуженный артист республики Владимир Кабаченко. Пожилая женщина. Хочу шестимечную сделать. Боюсь, муж любить не станет. Заслуженный артистка республики Екатерина Мазурова. Посетительницы прикмахерской и участники молодёжного вечера. Студенты Государственного института театрального искусства имени Луначарского. И, наконец, артист Виктор Лакерев. Дамский мастер Виталий Плавников. Кто желает обслуживаться? Вот о нём-то, главным образом, и расскажет нам Мария Владимировна Ковалёва. Я пришла на работу. Моя секретарша Галя была смущена. Ой, Мария Владимировна, тут вам звонили откуда-то. Не то из Совета Министров, не то из Совета по кибернетике. Я забыла. И что сказали? Тоже забыла. Кажется, просили позвонить. По какому телефону? Я не спросила. Галя, сколько раз вам нужно повторять? Не можете запомнить? Записывайте. Я не успела. Они так быстро трубку повесили. Простите меня, Мария Владимировна. Ну ладно, только чтобы это было в последний раз. Последний, самый последний. Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе моё, обуза, и всё-таки держу. Наверное, я люблю её. У меня никогда не было дочери. Ещё она меня интересует. Чем попробую объяснить? Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Так вот, я Галю чувствую по отношению к себе ортогональны. Сколько раз я пробовала дойти до неё словами, не могу. Мария Владимировна... Ещё что-то забыла? Нет, у меня к вам просьба. Можно мне в город съездить ненадолго? Володя? Нет, как вы можете даже подумать, совсем не Володя. Ну, а что, если не секрет? В ГУМе безразмерные дают. А, не кстати. Помощи от неё никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать. Мария Владимировна... Ну, ладно, поезжайте, раз такой случай. Мария Владимировна, может, и вам взять? Ни в коем случае. Так я поехала тогда. В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне навязывали институт, я так и знала, что с наукой придётся покончить. Так им и сказала. Да что вы, Мария Владимировна, мы вам дадим крепкого заместителя. Вот он, мой крепкий заместитель, Вячеслав Николаевич Лебедев. Вздорный старик, балклив и волосы красит. Мария Владимировна, вы сегодня ослепительны. Как со сметой на лабораторию? Не утверждают. Ну, так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад. Фух, зачем вы курите? Грубо, не женственно. Зато вы слишком женственны. Мария Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Ой, извините меня, Вячеслав Николаевич. Вот и работай с таким помощником. А как назло в этот день передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, который смеётся надо мной уже лет восемь. Я принялась за работу, не тут-то было. Мария Владимировна, извините меня, Гали нет, а у меня для вас один документ. Сказали, что очень срочно. Ну, давайте. 21 мая в 22.00 на улице Горького задержан гражданин Попов Михаил Николаевич в невменяемом состоянии, являющийся по его заявлению сотрудником Института информационных машин, будучи помещён в отделение милиции. Ну, хорошо, я разберусь, ступайте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Мария Владимировна, извините, но нет фанеры для перегородок. А вы к Лебедеву обращались? Да он меня отфутболил к вам. Ну, ладно, что-нибудь придумаем. Время было совсем рваное, но всё-таки работала, писала, комкала бумагу, снова писала. Но Галя так и не пришла, Лебедев тоже, и я отрывалась от работы, записывала сообщения. Словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Телефон звонил, как припадочный. Ох, чёрт бы тебя взял, эпилептик проклятый. Слушаю. Марии Владимировны нет, а что ей передать? Хорошо. Слушаю, Марии Владимировны нет, что передать? Да. Девушка, а ну-ка дайте сюда Лебедеву да поскорей. Послушайте, вы прежде, чем называть кого-нибудь девушкой, узнаете, девушка ли она. Чего-чего? Ничего. С вами говорит директор института профессор Ковалёва. Я могу вас уверить, что я не девушка. Да. Извиниться хочет нахал, пусть побеспокоится. Ну, всё-таки зря я его. Ни в чём он особенно не виноват. А главное, важно так директор института профессор Ковалёва. Старая дура. Старая и тщеславная дура. Со всем тем я не успела пообедать. Домой я пришла усталая и голодная, как собака. Вот мы сделаем вам вот такую вот. Гадость. Какой вот так повязан. Шах. Чёрт, что такое опять эти дурацкие шаха? На столе свинства. И это накануне сессии. Палундра, спасайся, кто может. Типичные свиньи. Хотя бы один раз пепельницу за собой вынесли. Обедали? Нет, тебя ждали. А дома что-нибудь есть? Ничего. Сейчас бегаем. Ой, нет, это чёрт знает что. Неужели же... Ты пожилая женщина. Да, я пожилая женщина. Пожилая, работающая. Вас дураков воспитывающая. Но заметьте, не воспитавшая. Да, к сожалению, не воспитавшая. Вся жизнь к чёрту. Не за грош пропала жизнь. Мать, живи и жить давай другим. И вообще мне это надоело. Надоело, понятно? Уеду в Новосибирске или вообще выйду замуж. А, подаёт, а? А что, по-вашему, я выйти замуж не могу? Только из-за укротителя. Тьфу, чёрт возьми, я ухожу. Куда? Замуж. В переднее остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. Эти волосы дурацкие. Ни два, ни полтора. Не буду им готовить обед. Пусть сами о себе беспокоятся. А с волосами этими что-нибудь нужно делать. Остричься, что ли? Остригусь и начну. Так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа. На замой смерти всё хотел начать. Остригусь и начну. Следующий. Я на шестимесячную. Заведующий, вы, пожалуйста. Ну не хулиганьте, гражданочки. Всех обслужим, как один человек. Так я пришла первая. Ну что за безобразие. Я, говорят, не робкого десятка, но почему-то робею женщин. Особенно, когда их много и когда они заняты каким-то своим женским делом. В этой очереди меня сразу потянуло к пожилой в косичках. И она, видно, тоже заприметила меня. Две бабушки. Она потеснилась, давая мне место. Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет. Что-то он начал к одной молодой похаживать. А дети есть? Сыновья двое. И у меня двое. А муж гуляет? Нет у меня мужа. Кому как повезет. А у меня хоть гуляет, да не пьет. А у тебя вот и вовсе нет. А ты все-таки не бросай, надейся. Мне так уж слишком пожила. И себя полная. Я не бросаю. Кто желает обслуживаться? Рядом с очередью стоял паренек лет восемнадцати. Узкое бледное лицо, тонкие до острых локтей голые руки и на бледном диковатом лице горящие темные глаза. Не то олененок, не то волчонок. Так никто не желает обслужиться. Между прочим, между прочим, между прочим, между прочим, обязан предупредить. Я еще не мастер, а только стажер. И вполне могу вас изуродовать. Нет уж мы лучше здесь, чин-чинарю. Давайте уродуйте. Это вы хорошо сказали. Уродуйте. Я со своей стороны постараюсь вас не изуродовать. Пройдемте. Он провел меня не в зал, а в какую-то заднюю коморку. Два мастера в черных халатах колдовали над женскими головами, опрокинутыми назад в помятые жестяные тазы. Не стесняйтесь. Я вас за этой перегородкой обслужу. Садитесь. Выньте шпильки. Волос посечен. Результат самозакрутки. Какую операцию желаете? Остричь и шестимесячную, если можно. Все можно. Только предупреждаю, эта завивка не современна. Со своей стороны могу предложить химию. А чем же эта химия отличается от шестимесячной? Небо и земля. Шестимесячная это баран. Химия дает более интересную линию прически. Как будто она раскидана ветром. Обваляйте свою химию. А вы не беспокойтесь. Я по своей квалификации не ниже мастера, если не выше. Мне сейчас выгоднее быть стажером, чем мастером. План не требует. И я могу свободно экспериментировать, если кто предоставит свою голову. А я не беспокоюсь. Подумаешь, красоту какую погубите. Это вы интересно сказали. Подумаешь, красоту какую. Это верно. Да? Ну что ж, сама напросилась. А как вас зовут? Виталик. Ой, терпеть не могу таких имен. Валерик, Виталик. Только и слышно. Ик, ик, ик. Это заикание, по-моему, ужасно несвойственно русскому языку. Представьте себе, например, героев войны и мира. Андрей Болконский, Николай Ростов, Пьер Безухов. Вообразите, если бы их звали Колик, Андрик, Пьерик. А как же меня звать? Просто Виталий. Хорошее, звучное имя. Виталий, значит, жизненный. Позвольте, я запишу. Виталий жизненный. В этой записной книжке я, между прочим, цитирую разные мысли. Например, такая. Кто своего времени не уважает, сам себя не уважает. А чья же эта мысль? Моя. Между прочим, верно. Голова чистая. Как будто бы вчера мыло. Ну, под вашу ответственность. Ниже голову. Так. Ого. На меня, пожалуйста, повернулись. Долго еще? Теперь назад отклонитесь. Вот так. Спасибо. Еще теперь ниже, ниже, немножечко ниже. Вот так, хорошо. Нет, вот так, хорошо. Ой, сколько времени, оказывается, нужно, чтобы оболванить одну женскую голову? Часа четыре, не меньше. Если халтурно, то можно, конечно, и за два часа, но я не привык работать халтурно. Извините, если я вас прошу. Вот вы упомянули несколько имен и фамилий. Николай Ростовский, Андрей Балконский и еще Пьер... Как его фамилия? Пьер Безухов. Так вот, вы, кажется, упомянули выражение, что Виталик или, скажем, Валерик не в духе русского языка, а сами употребили такое французское имя, как Пьер. Ой, да парень поймал таки меня. Думал, думал и поймал. Да, вы правы, но, понимаете, в те времена в высшем обществе было принято говорить по-французски. В какие времена? Во времена войны и мира. Какой войны? Первой империалистической? Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я видела в зеркале его строгое, озабоченное лицо. Виталий, разве вы никогда не читали войны и мира? Постойте. Ага, вот оно. В моей записной книжке записано. Лев Толстой, война и мир. Я над своим общим развитием работаю по плану. А разве вы в школе войну и мир не проходили? Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Я, в сущности, имею неполных семь классов, но окончание образования входит в мой план. Я повышаю свой уровень, читаю разные произведения. И что же вы сейчас читаете? Сейчас я читаю полное собрание сочинений Белинского. Всё подряд? Да, всё подряд. Я не люблю разбрасываться. К концу этого года у меня намечено закончить полное собрание Белинского. Но ведь это очень долго подумать. Только Виталий год на Белинского. Ну и что, что год? Я ещё молодой. Виталий, а что вы собираетесь делать дальше? Смочить составом, накрутить? Нет, я не о голове своей, я о вашей жизни. Буду повышать себя в своём развитии, сдам за десятилетку. А потом? Потом? Потом я хотел бы в институт. Какой институт? Этого я ещё не знаю. Я хотел бы заниматься диалектическим материализмом. Что? В качестве кого, Виталий? Что вы хотели бы преподавать? Или, быть может, теоретикам развивать науку? Нет, я бы не сказал преподавать. Нет, именно как вы сказали, я хотел бы развивать науку. Виталий, а какие у вас есть основания, думаю, что вы к этому способны? Ведь это же непросто. Во-первых, у меня много оснований. Прежде всего, я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу. Как то новое время, курьер ЮНЕСКО и другие издания. В школе я всегда был перед веком по изучению текущего момента. Но ведь от этого ещё далеко до научной работы. Я запнулась. Он смотрел в зеркало с ужинным взглядом, поверь, бигуди, флаконов, ножниц. Дело как будто приближалось к концу. Мне было боязно взглянуть в зеркало. Голову прямо ко мне. Ко мне. Так. Так. Всё. Ну и ну. Вот она какая химия. Как вы удовлетворены? Замечательно. Да вы, оказывается, художник. Меня рано называть художником. Но если я буду заниматься этой специальностью, то я постараюсь проявить тебя как художник. Ну, спасибо. Большое спасибо. Сколько я вам должна? В кассу 5 рублей новыми. А сверх того, по желанию клиента. Спасибо. До свидания, Виталий. Как-нибудь я к вам ещё зайду, ладно? Заходите. Здесь телефон есть? Да. ГСМ-84-92. Виталий, а как дальше? Виталий Плавников. Так. Буду вас помнить. Хороший вы мальчик, Виталий Плавников. Будем знакомы. Меня зовут Марья Владимировна Ковалёва. Я тоже от вас подчеркнул. Я вернулась домой, в квартире было тихо. Подумала, спят паршивцы. Наголодались и спят. Но почему в моей комнате свет? Я вошла. На столе стоял букет цветов, окружённый бутылками молока. На тарелке затейливо разложены бутерброды. В букет был вложен конверт. Так, письмо. Каются черти. Отпечатано на машинке. Что за чепуха? Все свиньи земного шара. Сходны между собой по складу тела и по нраву. Голос свиней – странное хрюканье, которое не может быть названо приятным, даже когда выражает довольство. Фу ты, чёрт, какая ерунда. Что там дальше? Самки свиней не так раздражительны, как самцы, но не уступают им в храбрости. Хотя они и не могут нанести значительных ран своими небольшими клыками, но тем не менее опаснее самцов, потому что не отступают от предмета своего гнева, топчут его ногами и, кусая, вырывают целые куски мяса. Вот оно, куда клонят. Маленькие поросята действительно очень миловидны. Мать очень мало заботится о них и часто не приготовляет даже гнезда перед родами. Нередко случается, что она, наскучив толпой поросят, поедает нескольких, обыкновенно задушив их первоначально. Брэм, «Жизнь животных», том 2, страница 731-735. Ой, мерзавцы! Ой, мерзавцы! Ну как, дошло? Ух ты! Мать! Какая прическа! Николай, Николай, иди сюда! Ты посмотри, какая у нас мать! От лица поруганных поросят Ну и ну! Лапу! Нет, не ту, левую. Ну, а не правая, и кроша, вы люди маленькие. Дураки, вы мои родные! Ну, куда я от вас уйду? Прошло несколько дней, и в первый же раз, когда я вымыла голову и легла спать, утром оказалось, что у меня не волосы, а куриное перо. Словно подушку распороли. Чёрт меня дёрнул остричься, а! Я слушаю. Виталия Плавникова, пожалуйста. Сейчас. Виталий! Иду. Да, слушаю. Виталий, у меня что-то случилось с головой. Волосы встали дыбом. Голову мыли. Ну, конечно, мыло. А что вы думаете, что я уже никогда голову не буду мыть? Можно мыть и мыть. Нужно применять яичный желток. Виталий, у меня сегодня доклад в министерстве. Я с такой головой... Приезжайте, я вас обслужу. И мы стали встречаться с Виталием почти каждую неделю. Можно, пожалуй, сказать, что мы подружились. Вот его я не чувствовала к себе ортогональным. Нам было о чём поговорить. Время от времени я помогала ему в работе над планом личного развития. И убедила таки его отложить изучение Белинского на более поздний срок. Случалось, я поправляла ему неправильные ударения. Он внимательно слушал, и я ни разу не заметила, чтобы он повторил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю». Половина первого вместо пол первого. Иногда он переносил специальные парикмахерские журналы на немецком языке, на английском. И я переводила ему текст. Виталий сдал экзамен на мастера. Это нельзя даже назвать экзаменом, пустяки. Мои требования к самому себе гораздо выше. Если бы у меня была возможность, я бы, наверное, уже сейчас сдал за десятилетку. Надо от себя требовать больше, чем ты можешь. Это ведь нам только кажется, что мы мало можем. Я всё время об этом думаю. Работаю и думаю, даже здесь. И об институте думаю. А ваши сыновья хорошо учатся? Старше ничего, младше не важно. Если бы у меня были такие условия, как у вашего сына, я бы не позволил себе плохо учиться. Я думаю, да. А у вас есть родители? Отец и мачеха. Но я вынужден снимать угол у одной старушки. А с родителями вам жить нельзя? Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду давать ему деньги на вино. А это меня не удовлетворяет. Я включу радио, вы не возражаете? Конечно. Отец и мачеха. 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 Что это? я подняла голову это свистал виталий он работал и свистала я сидел и слушала виталий милый это же замечательно кто вас научил так свистать а свистать это я сам на прошлой квартире когда у меня были лучшие условия я всегда включал радио изучил многие произведения а вы знаете что вы сейчас свистали конечно знаю концерт для скрипки с оркестром дедур чайковского виталий послушайте вы же очень музыкально вам имело бы смысл учиться я об этом думал но решил что нет для того чтобы приобрести пианино нужно прежде всего быть обеспеченным площади и 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 или и и и и и и Положили под подушку коробку конфет Садко и говорят, лежи, как спишь, тогда получишь коробку. Я от утомления заснул. А когда засыпал, заведующая детским домом сказала про меня, что у него есть отец и две сестры. Проснулся, Садко под подушкой нет. Ужасно рыдал. А на Новый год я видел, как одному ребенку мать передала подарок. Я вспомнил, что у меня есть отец и две сестры. Ночью я вышел в зал и стал трясти елку. Не знаю сам, почему я ее стал трясти. Меня наказали, но мне тогда было все равно. Виталий внезапно прервал работу и отошел к окну. Извини, Смайя Владимировна, это со мной иногда бывает. Вспомню что-нибудь из своей жизни. Неудержимо плачу. Простите, что я вас расспрашивала. Нет, мне лучше, когда полная ясность. Можете задавать вопросы. Ну, а когда же вас взяли из детского дома? Это уже потом, когда меня Анна Григорьевна хотела взять. Какая Анна Григорьевна? С завода, шеф. Она решила взять меня к себе вместо сына. Она пошла к заведующей и говорит, отдайте мне этого ребенка, Виталия Плавникова. А заведующий ей сказал, что у него есть отец и две сестры. Она разыскала их. Хотел мне радость сделать. А я очень мечтал, чтобы она меня взяла. А дома вам жилось плохо? Я бы не сказал, что плохо. Но я очень сильно переживал. Мачеха вас обижала? Нет, на мачеху я жаловаться не могу. Переживал от того, что не мог забыть Анну Григорьевну. Мария Владимировна, вы меня, конечно, извините. В чем дело, Галя? Опять за безразмерными? Нет, нет. Я хочу к вам обратиться по личному вопросу. Да все как-то неудобно. Ну, ну, говорите. Кто вам делает голову? Какую голову? То есть, я хочу сказать, прическу. Мы тут с девочками смотрим на вас, удивляемся. В вашем возрасте так следить за собой далеко не все следят. Честное слово. Я не для того, чтобы что-нибудь, а от всей души. Ладно, ладно. К чему вы это ведете? Я хочу узнать, Мария Владимировна, кто это вам так стильно делает голову? Может быть, вы меня устроите к этому мастеру? Ну, конечно, если вам это не обидно. Почему обидно? Охотно поговорю с Виталием. А он сильно пожилой? Ужасно пожилой вроде вас. А что? Я для девушки уже не молодая. Двадцать четвертый год. Еще бы старость. Нет, вы не скажите, Мария Владимировна. В нынешнее время мужчины считают девушку за молоденькую, если ей лет семнадцать-восемнадцать. Ну, двадцать, не больше. И то, если одета со вкусом. И вы прекрасно одеты. Галли, вам никак нельзя дать больше восемнадцати-двадцати. Вы шутите, Мария Владимировна. Истинная правда. Ну, спасибо. Так я вас очень попрошу, Мария Владимировна, скажите вашему Виталию, чтобы он меня причесал. У нас суббота вечер молодежный. И вы не забудьте. Слушаю. Виталия Блавникова, пожалуйста. Я у телефона. Виталий. Здравствуйте, Мария Владимировна. Виталий, у меня к вам просьба. Есть у меня девушка. Галя, моя секретарша. Миленькая девушка, между прочим. Так вот, ей очень хочется, чтобы вы ее причесали. Моя голова ей очень понравилась. Какой волос? У нее светло-каштановый, пожалуй. Нет, цвет мне безразличен. Длинный, короткий? Скорее длинный. Если ей бабету, то бабета я не занимаюсь. Да нет, Виталий, сделайте ей что-нибудь красивое по своему вкусу. Интересная девушка. По-моему, очень. Я потому спросил, что я иногда интересных девушек обслуживаю без всякой материальной точки зрения. Время от времени я должен проверять на девушках свои теории. Ну так вот, проверьте их на моей Гале. Хорошо. Я согласен. Спасибо. 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 Суббота, короткий день, как для кого. Для меня этот день оказался длинным, я даже опоздала на молодежный вечер. Я люблю смотреть на ноги танцующих. Они часто говорят больше, чем лица. Туфельки, туфельки, туфельки. А рядом с туфельками покровительственно мужские полуботинки. И много, ох, как много, девичьих пар туфельки с туфельками. Эх, девушки, бедные вы мои. Давно прошла война. Выросло другое поколение, а все, вас слишком много. А где же моя Галя? Я сразу нашла глазами две грациозных ножки в серых туфлях с мечевидными носами. Я подняла взгляд на ее лицо и сразу поняла, что Галя красавица. Тяжелые густые волосы текли вокруг головы. Она танцевала с каким-то парнем, зачарованно глядя ему в лицо. И эмалевые глаза ее плавились. Ой, да это ж Виталий. Чудеса Галя и Виталий. Товарищи, добрый вечер, товарищи. Меня зовут Дина. Добрый вечер. Начинаем второе отделение. В программе вечер смеха массовой игры. Товарищи, товарищи, освободите пространство для массовых игр. Прошу вас побыстрее. Пусть и подисциплинирование, товарищи. Пожалуйста, освобождайте. Принесли мешок. Из мешка Зина вынула 15 надутых резиновых зайцев. Затем появились 4 ружья и розовые картонные маски. Внимание, товарищи. Внимание. В массовой игре принимают участие две пары. Две девушки и два молодого человека. Молодого человека. Вашу дисциплинирование, товарищи. Смеяться будете потом. Игра называется «Охота на зайцев». Кто желает принять участие в игре? Ну, выходите, товарищи, быстренько. Проявляйте активность. Ну, пожалуйста, пожалуйста, быстрее, пожалуйста. Выходите, пожалуйста. Ну, выходите. Ой, ну, была не была. Так, так, хорошо. Прошу еще одного молодого человека выйти. Пожалуйста, быстрее. Пожалуйста. Так. Объясняю игру. Каждый из вас 4-х получит свой угол. Расстанавливаю участников по углам. В центре сидят зайцы. Видите зайцев? Ну, что ж не видят, не слепые. Каждый из вас должен настрелять как можно больше зайцев и снести их в свой угол. Понятно? Понятно. Ну, теперь я вам одену маски. Чтобы вы не могли ничего видеть, глазные отверстия масок заклеены. Внимание! Внимание! Начали! 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 Товарищи! Товарищи! Вас просят соблюдать дисциплину. В зале уже творилось нечто невообразимое. Все четверо в масках, слепо и тупо валандились по свободному пространству, беспорядочно хватая и перетаскивая с места на место злополучных зайцев. Одна девушка совсем потеряла направление, схватила меня за ногу. Я подошла к Зине. Немедленно прекратите это безобразное зрелище. Внимание, товарищи! Охота называется охотника. Ну, что же мне делать, а? Ведь масовый вечер срывается. Пустите меня к микрофону. Дорогие мои ребята, дорогие мои мальчики и девочки, вы меня простите, что я к вам так обращаюсь. У меня два сына в таком же возрасте. Вы сейчас смеялись. Вы смеялись невольно, не могли не смеяться. Я тоже смеялась вместе с вами. Но разве это веселье? Бывает, например, веселье от водки. Или вот иногда мальчишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются. Разве это веселье? Только вы не подумайте обвинять Зину. Она не виновата, виновата одна я. Мы еще придумаем с вами настоящее умное веселье. А пока мы его не придумали, давайте танцевать. Пожалуйста, вальс. Мария Владимировна, позвольте. Ах, вы мать была. Он повел меня, сильно поворачивая, и вот платья, пиджаки, рубашки, лица слились, вращаясь в один туманный круг. Мария Владимировна, следующий танец со мной. Нет, со мной, я первый подошел. Хорошенького понемножку. Я вышла в фойе, мне было нехорошо, сердце должно быть. Мария Владимировна, что с вами? Вы так побледнели. Ничего, просто голова закружилась, много лет не танцевала. Сейчас пройдет. В сущности, я глупа. Мне само это совершенно ясно, но другие почему-то не верят. Даже самые близкие друзья считают, что я кривляюсь. Вот, например, с этим вечером. Глупее моего поведения трудно было выдумать. Когда на следующей неделе я пришла к Виталию, он встретил меня сухо и молчаливо. Ну как, вам понравился наш вечер? Вечер, конечно, ничего, нормальный. Я вообще против таких вечеров, Мария Владимировна. А что вы думаете о моем выступлении? Вы на меня, конечно, не обижаетесь, Мария Владимировна, но ваше выступление меня не удовлетворило. Оно было слишком простое, без формулировок. От вас, как от руководителя учреждения, можно было ждать более глубокого анализа. Однажды мне предстояло несколько телефонных разговоров. Я сняла трубку. Так и есть, по параллельному проводу разговаривают. И, конечно, Галя. Виталик, значит, сегодня в семь. Ладно? Я взяла билеты в кино. Хорошо. А что, для нее это неплохо. Виталий мальчик серьезный. И Галя оказалась серьезной. Каждые три-четыре дня она являлась с новой прической и на зависть всем институтским девочкам. Но однажды я пришла на работу. Галя, милая, что с вами такое? Галя, что случилось? Ну, скажите же мне, маленькая, в чем дело? С Виталием что-нибудь? Ну, сядьте, сядьте как следует, вытрите нос, поговорим. Он меня не любит. Ну, зачем же так думать? Ведь было же у вас все хорошо. Нет, нет, не говорите, Мария Владимировна, я знаю, не любит. А вы его? А я его люблю. Раньше я не думала, что способна на такое серьезное чувство. А теперь полюбила. Надо же! Ну, успокойтесь, успокойтесь, девочка. Может, все не так уже плохо. Ну, хотите, я с ним поговорю? Ой, Мария Владимировна, поговорите. Он вас послушает, я знаю. Он вас сильно уважает. Хотите, верьте, хотите, нет. Но мы, когда с ним встречаемся, он только о вас и говорит. Лестно, но нелепо. Виталий, знаете, у меня с вами будет один серьезный разговор. Это Абгали? Совершенно верно. Этот разговор я давно предчувствовал. Но, в конце концов, здесь вины моей никакой нет. Я интересовался Гале только как подходящим материалом для прически. У нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. А теперь я ее голову исчерпал. Не могу же я всегда заниматься одним типом волоса. Как вы не понимаете, что здесь дело не в волосе? С другой стороны, я еще не готов, чтобы расписаться ни по возрасту, ни экономически. Если бы у нее была площадь, я еще мог бы этим заинтересоваться. Виталий, как вы можете, это ужасно, что вы говорите, ставить такой вопрос в зависимости от площади. Он поглядел на меня с таким искренним недоумением, что мне стало совестно. Если я когда-либо женюсь, то только так, чтобы у меня и у моей жены были приличные квартирные условия. Куда я ее приведу? В мой угол? Ой, Виталий, что вы только говорите? Разве это важно? А что важно? Важно одно, любите вы ее или нет. Возможно, и люблю. Я сам не знаю, люблю я ее или нет. Мария Владимировна, я вас очень высоко ставлю по развитию, совершенно серьезно, и даже уважаю больше, чем родную мачеху. Я хотел вас спросить, по какому это признаку можно узнать, любишь человека или нет? Вы мне задали трудный вопрос, но я постараюсь на него ответить. По-моему, главный признак – это постоянное ощущение присутствия. Ее нет с вами, а все-таки она тут. Приходите вечером – она тут. Приходите на работу – она тут. Мария Владимировна, вы мне очень понятно рассказали признаки. И теперь я вполне уяснил, что в таком понимании я Галю не люблю. Поговорили, Мария Владимировна? Поговорила. И спрашивать не стала, и так все поняла. Снова я принялась за свою давнишнюю задачу. Она мне приснилась во сне. Конечно, снилась ерунда, но, проснувшись и перебирая в уме приснившееся, я как будто надумала какой-то новый путь. Не такой идиотский, как все прежние. Когда я очнулась, было 10 часов вечера. Я еще раз проверила все выкладки. У меня получилось все так. Боже мой, ради таких минут, может быть, стоит жить. Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить, «Ничто, ни любовь, ни материнство, словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты». Виталий приобрел популярность, его просто осаждали дамы. Но в последнее время он часто нервничал. Алло. Попросите, пожалуйста, Виталия Плавникова. Он занят. Скажите, а завтра он какую смену работает? Не знаю. Алло. Виталия Плавникова. Он занят? Кто на химическую? Я тоже. А вы к какому мастеру? К Плавникову. Вы последняя? Да. Я за вами. Обслужимся, девочки. Кто на очереди? Нет, уж мы подождём. Да, да, конечно. Все к Плавникову. Ну, ждите, ждите. До ночи прождёте. До свидания, Виталий. Спасибо вам, я ещё к вам зайду. Заходите, до свидания. Кто следующий? Я. Мы все к вам. Всех не успею, обслужу только двоих. Кто первый? Я первая. Пройдёмте. А как же вы столько ждали? Мы даже не успеем, я вам говорю. Я один о вас много. Ну, что же в самом деле? Мне сегодня надо выезжать. Я не могу по нему идти на читать. Я не могу. И вот однажды, придя в парикмахерскую, я застала его плачущим. Если можно плакать сухо, то он именно это и делал. Он судорожно перебирал у себя на столе и плакал беззвучно и зло, хлопая ресницами. Что случилось, Виталий? Марья Владимировна, вы меня извините, я не могу вас обслужить. Да что случилось? Я так и знал, что они не дадут мне спокойно работать. Кто они? Мастера и кассирша Алевтина Петровна. Я им давно раздражаю нервную систему своей работой. Ко мне клиентура ходит. Меня надо звать к телефону. Я позволяю себе тратить много времени на операцию. План страдает. Все это озлобляет их против меня. Кроме того, имеется много желающих. Я просто не способен обслужить всех желающих. Они обижаются. Пишут жалобную книгу. На меня уже скопилось несколько жалоб. Ну а что же вас сегодня так расстроило? Они выкрали у меня из халата записную книжку, где были записаны адреса и телефоны. И эту книжку передали для разбора дела в профсоюзной организации. Какого дела? Разве вам нельзя записывать любые адреса? Формально можно. Но фактически это строго запрещено. Я должен работать всех одинаково и давать план. А давая план, я невольно скатываюсь в сторону халтурной работы. Сейчас, например, модные линии требуют челочки. Эту челочку надо продумать. А в существующие нормы это не укладывается. Вот они, опираясь на все эти факты, записная книжка, жалобы, невыполнение плана, собираются раздуть против меня целое дело. К тому же Матюнин против меня. Кто это еще Матюнин? Это заведующий сектором парикмахерских нашего управления культурно-бытового обслуживания. А за что же он против вас? За мои выступления? Тут меня выдвинули секретарем комсомольской организации по району. Я, конечно, не отказался, несмотря на отсутствие времени. Я должен выдвигаться в своем развитии. Так вот, на комсомольском собрании я выступил и стал заострять вопрос. Говорю, говорю, заостряем. Ну, какой же вы вопрос заостряли? Насчет амортизации инструмента. Говорю, когда будет заострен вопрос о безобразиях выплаты компенсации за амортизацию инструмента? Так и сказал. Этим очень выиграл в своем авторитете. Матюнину это, конечно, не понравилось. Он заинтересован в том, чтобы амортизацию не выплачивать. Почему заинтересован? Он имеет от этой недоплаты прямую выгоду. Крадет, что ли? Не так, чтобы крадет, но пользуется. Эти предприятия культурно-бытового обслуживания тащатся за хвостом у государства. А они, матюниные такие, как он, пользуются тем, что государству в его движении некогда было навести в этом деле законность. И еще я позволил заострить себе вопрос о культуре обслуживания. Но это возбудило против меня тех мастеров, которые еще не овладели культурой обслуживания. Послушайте, Виталий, а что, если я ему позвоню? Кому? Да Матюнину будет проклят. Я был бы вам очень благодарен. Пойдемте, я покажу вам телефон. Матюнину аппаратуру. Товарищ Матюнин, с вами говорит директор института информационных машин профессор Ковалева. Да, очень приятно. Товарищ Матюнин, тут в одной из ваших парикмахерских работает молодой мастер Виталий Плавников. Вы меня слышите? Слышу. Так вот, я должна сказать, что это выдающийся мастер, настоящий художник. Не нахожу в этом мастере ничего особенного. У нас все мастера квалифицированные, а на этого Плавникова постоянно поступают жалобы. Грубость, невыполнение плана. Ну, нельзя же строго требовать выполнения плана, когда речь идет о художественной работе. Я бы вас очень просила учесть мой отзыв о его работе. Наверное, вы не от меня одно это слышите. Виноват. Я больше слышу жалобы. Кроме того, откуда я могу знать, кто это со мной разговаривает? Я так и знал. Он еще и потому против меня, что я не вношу ему денег. Делаю вид, что мне это неизвестно. Что неизвестно? Существует такое неявное правило, конечно, оно нигде не приводится, что каждый мастер, желающий спокойной работы, должен вносить ему деньги. Господи, что вы говорите, Виталий, может ли это быть? В нашем запущенном участке такие явления среди администрации случаются. Зарплата небольшая, он и старается улучшить свое положение. Зачем бы, например, он с высшим образованием сидел на этой должности? А у него, мерзавцы, высшее образование? Какое же? Юрист! Виталий, хорошо бы его изобличить. Матюнина? Хм, чересчур хитер. А свидетели где? А я, Марья Владимировна, хочу уходить. Из этой точки? Нет. Из дамских мастеров. Да что вы, одумаетесь? У вас готовая специальность в руках, а самое главное, у вас талант. Такой талант слишком неподходящий для нашего времени. И еще, я на свой заработок по количеству не обижаюсь, но мне не нравится его качество. И потом мне здесь приходится зависеть о таких отсталых по уровню слоев, как, например, Матюнин. Знаете, Марья Владимировна, я думаю, что я мог бы принести пользу, если бы занялся диалектическим материализмом. Понятно, только вы не торопитесь. Я поговорю о вас на киностудии. Может быть, там требуются художники-парикмахеры. До свидания, Виталий. Не расстраивайтесь. Подождите, Марья Владимировна. Я уже настроился обратно. Садитесь. Вас-то я обслужу. Дома шел очередной спектакль с мальчиками. Мне никогда не удается их убедить, что я сержусь на них совершенно серьезно. Как вы сказали, жизнь не цирк. Разрешите записать. Жизнь, сами понимаете, жизнь не цирк. Паяцы. Ты разве человек, нет, ты паяц. Что ты орешь, дурак? Опера, паяц и музыка ленковала. Ха-ха-ха-ха. Ох, как мне хочется дать ему в ухо. Почему-то именно ему, а не Косте. Юность, понимаешь, мать, юность требует особого внимания. Чуткости, так сказать. Да? Марья Владимировна, можно? Владычица тебя. Слушаю. Марья Владимировна, можете меня поздравить. Я больше не дамский мастер. Я покончил с этой специальностью. Что вы? Я же просила вас не торопиться. Мне кое-что обещали. Не нужно ничего, Марья Владимировна. Я хочу быть обязанным только себе. Вы что, ушли с работы? Куда же? На завод учеников слесаря. Я очень доволен. Очень. Ну как же так? А чего так внезапно? Обезапно. План продуман во всех деталях. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт. Вы не скажете, где специализируется по диалектическому материализму? Скажу. Московский университет, факультет философии. Спасибо. А вас, Марья Владимировна, как исключение, я буду всегда обслуживать. Я согласен ездить к вам на дом, хоть это и было бы трудно по времени. Спасибо, Виталий. Большое спасибо. Желаю вам успеха, понимаете? Если нужна будет какая-нибудь помощь... Я понимаю. Я вам позвоню. Звоните. Всего вам хорошего. До свидания, Марья Владимировна. Я положила трубку и стояла, разглядывая свои ладони. Что случилось? Хорошее или плохое? Сама не знаю. Пожалуй, хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok